Друзья, всем прекрасного доброго дня! Меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта FinTechStop – организатора профессиональных онлайн-событий. Друзья, я уверена, что все наши зрители, как и я, наверняка в своей работе сталкиваются с огромным количеством всяких регламентов, инструкций, правил, положений. И нет места, и наверняка в вашей голове проскальзывала идея о том, а зачем, зачем нужна эта бюрократия. Так вот, в то же время у меня есть некая уверенность в том, что в компании, где работает довольно много людей, без четких правил, без четких инструкций будет хаос. Так может быть, и где же этот баланс между тем, чтобы мы создавали огромное количество неработающих правил, каких-то документов, регламентов. И между тем, где эти документы действительно необходимы и будут правильно работать, скажем так. Вот поэтому мы решили с этим вопросом обратиться к Сергею. И Сергей Смирнов, эксперт в управлении финансами и автоматизацией, опираясь на свой огромный опыт, сможем нам сегодня поделиться своим взглядом на ситуацию, связанную с, скажем так, с корпоративной бюрократией. Какие все-таки, когда, вернее, такая бюрократическая ситуация может привести, затормозить развитие компании, а когда, наоборот, без нужных документов, да, без нужных четких правил, развитие компании тоже будет замедляться. Или, например, какие документы и когда действительно нужно внедрять. Мы попросили Сергея поделиться реальными, как бы, примерами, поэтому я думаю, что сегодняшний вебинар нам будет очень-очень полезен. Ну и, конечно, мы ждем ваши вопросы. Задавайте их, пожалуйста, в чате прямо под онлайн-трансляцией. Мы их будем тоже вкраплять в рассказ Сергея, поэтому давайте сделаем сегодняшний вебинар максимально полезным для нас для всех. А я с радостью передаю слово Сергею, друзья, и перехожу в стан зрителей. Добрый день, добрый день, друзья. Сегодня у нас интересная тема. Вообще, если честно, интересная тема, я не выступаю. Чем она интересна? Кто-то считает, что это скучные мероприятия, внедрять в компании бюрократические процедуры, оформлять положение регламенты и делают только то, что требуют нормативные документы. Создание локальных нормативных актов в части трудового законодательства, да, и на этом ограничиваются. Это вот одна сторона медали. Люди, которые не понимают ценность регламентации процессов и делают только то, что требует законодательства от них. С другой стороны, я тоже знаю компании, в которых очень сильно зарегламентирована вся деятельность, практически на каждую операцию, на каждый процесс есть описание, либо в виде должностной инструкции, либо в виде положения, либо в виде какой-то регламента. И вот есть даже специальные отделы, которые генерят такие документы, они по-разному могут называться, там отдел формализации бизнес-процессов, там, или отдел подготовки нормативных документов. Но называться-то по-разному, да, но смысл в том, что это люди, которые целенаправленно занимаются подготовкой таких бюрократических различных процедур. И как любого события в нашем мире, да, наверное, не надо все красить в черно-белый цвет, там, черный, когда вообще ничего нет, допустим, белое, когда каждый процесс зарегламентируется, нужно пытаться найти середину, да, нужно выбрать свой цвет в этой многообразной палитре и понять для каждой компании, где тот уровень, на котором нужно остановиться. То есть не, с одной стороны, иметь описание процессов, да, которые нужны действительно компании, и мы поговорим об этом, как понять, что описание процессов компании нужно. С другой стороны, не скатиться в такую, в тотальную бюрократию, когда, во-первых, тратится огромное время на описание процессов, время — это деньги, да, для компании — это расходы. С другой стороны, полностью подавляется инициатива людей, потому что шаг лево, шаг вправо от бизнес-процесса считается нежелательным, да, от описанного бизнес-процесса. Давайте начнем с того, зачем, да, какие выгоды получает компания, если она двигается в сторону формализации своих бизнес-процессов. Во-первых, это вопрос мотивации, как ни странно, я поставил на первое место. Почему? Потому что есть два подхода к мотивации персонала. Возьмем, допустим, сотрудников отдела продаж. И, предположим, вы компанию только создаете на подъеме, вам нужно, как говорится, чем больше, тем лучше, да, продаж, и тогда никаких регламентов, ничего нет у вас. Вы тогда мотивируете сотрудников отдела продаж от выполнения, даже не плана продаж, а просто от объема продаж. Допустим, говори, вот твой оклад на 50 тысяч рублей, плюс там 3% от того, что ты продал за месяц. Вот, пожалуйста, как продаешь твое личное сугубо дело? Хочешь, звони, хочешь, пиши, хочешь, объезжай на машине наших потенциальных клиентов. Это один подход. Другой подход, когда компания описывает все возможные каналы продаж, да, все действия сотрудников отдела продаж и платит не за выполнение плана, не за объем продаж, а за выполнение процесса. Допустим, вы вменяете в обязанности сотруднику, что он должен сделать, например, 30 звонков в день, отправить 40 писем, да, и сделать две встречи в неделю. И при выполнении этого плана вы его премируете. Соответственно, вы берете на себя эти риски, что то формализованное описание каналов продаж, которые вы предлагаете своим сотрудникам, должно привести к росту продаж. И здесь, как мы говорили, наш мир не черно-белый, да, не бывает лучшего варианта. Если компания на старте, да, то, скорее всего, ей подходит минимальная бюрократия и максимальное участие персонала, максимальная мотивация персонала от достижения определенных задач, там, для продавцов это объем продаж, да. Когда находится компания уже в определенной зрелости, и вам нужно не столько увеличивать в разе объем продаж, сколько соблюдать план, потому что, если, допустим, вы производственная компания, и от того, что ваши продавцы выполнят план в два раза, перевыполнят, а производство не справится с этим объемом, да, никому от этого лучше не будет. Это будет, наоборот, дестабилизация компании. Поэтому вот, когда компания выходит уже на определенный объем, да, достигая такого плата в своем развитии, вот тогда необходимо и подключать определенную инструкцию и менять мотивацию сотрудников. То есть не нужно уже говорить, чем больше, тем лучше, да, нужно говорить, что вот есть план, а чтобы достичь этого плана, есть определенные процедуры, которые ты должен сделать. Это вот, и я считаю, что для меня это на первом месте может быть по важности, да, такая выгода от формализации, когда вы можете мотивировать сотрудников от выполнения описанного бизнес-процесса, от выполнения регламента процесса. Следующий важный шаг для меня лично – это экономия времени руководителем, да, я работал и финансовым директором, и генеральным директором, даже главным бухгалтером, и когда я хотел разгрузить, делегировать свои обязанности сотрудникам, я должен был написать им письменную инструкцию, да, не важно, как она называется, регламент, нужно настраивать инструкцию, но для меня это регламент в первую очередь. Тогда я был уверен, что я могу это делегировать, да, потому что есть разные, знаете, варианты делегирования. Есть вариант делегирования, когда вот делай, как считаешь нужным, вот это плохое делегирование. Вот нужно делегировать так, сказать, делай, как я считаю нужным, да, то есть вы должны сначала сказать сотруднику, как вы считаете нужно, сказать в виде регламента, и потом делегировать, и более того, в этой процедуре расставить еще контрольные точки, чтобы вы были уверены, что эта процедура выполняется. Почему я еще написал третий пункт – повышение качества работы. Я тогда сказал повышение качества исполнения бизнес-процесса. Потому что, по-моему, в теории Кайдзенда есть такая идея, что хороший результат не может быть достигнут плохим процессом. Читается, что если вы процессы ходите или леете, описываете, формализуете, оптимизируете их, тогда и результат качества выполнения процесса, качество работы будет на высоте. Четвертый пункт – снижение зависимости от персонала. Это попытка уйти от звезд, которых вы вынуждены держать в компании, даже если они начинают сесть не всегда адекватно. Описание процесса, описание процедур, который позволит снять с одного сотрудника и делегировать к другому выполнение определенного процесса – это тоже важная часть, зачем нужно процессы формализовать. Ну и важное замечание пятое – если компания развивается и ей нужно масштабироваться, то есть есть, допустим, одна структура сейчас, вам хочется открыть два филиала, и самое простое, что вы можете делать – это описать процессы, которые есть в вашем головном офисе, и передать их на выполнение филиала. Это может быть проще, это, конечно, не заменяет обучение персонала, но одновременно с обучением выручаете им инструкцию, далее регламент процесса и контролируете его выполнение. Если мы говорим о том, что компания созрела для того, чтобы начать свои процессы формализовать, то возникает вопрос, с чего начать. Это знаете, когда автоматизацию начинают… Вопрос, с чего начинать автоматизацию внедрения, допустим, МРП-система, если открыть русский план счетов и русский баланс, то на первом месте основные средства. Но давайте начнем с них автоматизацию. Хотя умные автоматизаторы знают, что начинать надо с самых ликвидных активов, с автоматизации денежных средств. Но это я пример такой привел. Здесь тоже есть свои хитрости. Надо понимать, что есть основные процессы в компании, те, которые создают добавленную стоимость. Чаще всего это закупки, производство, если компании производственные продажи. Есть компании, есть процессы обеспечивающие. IT-обеспечение, финансовое обеспечение, HR-обеспечение. Так вот, наверное, один подход – это взять самое важное из процессов, причем это в цепочке добавленной стоимости покупки, производства, продажи, и заняться им, начать его формализовать. Либо есть второй вариант – это процесс, который хуже всего налажен, который дезорганизует работу всей компании, от него многие страдают. И, как ни странно, часто бывает этот процесс, по моему опыту, либо согласование договоров, что это убивается куча времени, и постоянные дергания персонала и руководства в этом процессе, они дезорганизуют работу. Либо даже согласование платежей, да, есть тоже такое. То есть, это связано со всеми подразделениями, со всеми бизнес-процессами, потому что всем нужно делать оплаты, и HR-менеджеру, и сотруднику отдела закупок. Да, это вот, если процесс плохо организован, то это многих касается, и многим доставляет неприятности. Соответственно, как только мы улучшили один процесс, можем приступать к следующему. Есть, кстати, еще интересный третий подход, я его называю американский, когда начинают любое действие с самого простого. То есть, вот есть самый простой процесс, не знаю, там, оформление, допустим, человека на работу, да. Он описывается уже, это дает, как бы, задел ступеньку для того, чтобы показать, что вот, что это, что процесс формализации в компании начался. Какие бывают документы, да. Вот я выделил пять основных документов, которые регламентируют процессы компании. Это политики, положения, регламенты процессов, инструкции для конкретных исполнителей, еще есть должностные обязанности. Примерно они расположены по убыванию, я бы сказал так, стратегичности, да. То есть, вот, чем выше в этой иерархии у него процесс, тем он покрывает больше область деятельности компании. Вот рассмотрим на примере, что такое политики. Да, политики – это такие документы, которые чаще всего относятся ко всей компании. Не к отдельным подразделениям, а ко всей компании. И вот самый характерный пример, который вы знаете, это, конечно, учетная политика. Да, она затрагивает не только бухгалтерскую службу, но не могут предъявляться требования к оформлению документов и другими подразделениями. Коммерческая политика, техническая политика, да. Допустим, коммерческая политика – это описание общих принципов, как компания продает свои товары, как она их рекламирует, какую пиар-активность проводит. Это такие общие положения. Причем, что интересно, я замечал, что чаще всего политики, вот такие как коммерческие, технические, присутствуют в крупных компаниях или в иностранных компаниях. Для них это привычно иметь такие документы, которые описывают такие общие подходы, допустим, коммерческой деятельности или технической деятельности компании. Следующий вид документов – положение. это для меня документы на шаг ниже уровня. Они тоже чаще всего относятся ко всей компании в целом, но все же они группируются под определенные процессы или группы процессов. И вот здесь я привел пример трех положений. В уплате труда и примирования, коммерческой тайны и управления проектами. И курсивом я написал цель, ради чего это создается. Я вот не считаю нужным создавать бумагу ради бумаги, писать процесс, потому что создать положение, покрывающее всю деятельность компании. Нужно понимать, положение любое стоит денег. Это затраты ресурсов компании на их подготовку, но и самое важное – затраты времени руководителей на их подготовку. Потому что если такие документы готовятся специальными отделами, а руководитель компании их даже не считает, это выброшенные в пустую деньги. Вот руководитель компании, он должен участвовать, не скажу, что активно, но хотя бы участвовать в составлении таких документов. Почему? Потому что одна из обязанностей руководителя, если он хороший руководитель, это учиться и уметь делегировать. Делегировать выполнение определенных процессов, процедур нежестоящим подчиненным. И вот такие документы, политики, положения, регламенты, они и являются инструментами делегирования. Когда вы не просто говорите, иди, считай зарплату, а вы говорите, считай зарплату, вот по такому-то алгоритму. И утверждаете этот алгоритм, хотя бы вы его читаете. И вот, допустим, если говорить положение о плате труда и премии, зачем его нужно создавать? Ну, во-первых, это для того, чтобы при приеме новых сотрудников разъяснить им систему мотивации. Потому что чаще всего в таком положении описано, что бывают квартальные премии, бывают годовые премии, и описаны механизмы их начисления, если этого нет в трудовом договоре, допустим. И важная, конечно, составляющая оправдания с налоговой точки зрения выплат премии. Потому что мы знаем, что чтобы включить премии в уменьшение налогоблагаемой базы по налогу на прибыль, нужно выполнить, соответствовать определенным критериям. И вот чтобы такие соответствия происходили, ради этого и в положении они описываются. Как сделать так, чтобы все премии, которые начисляет компания, они попадали в уменьшение налогоблагаемой базы. Зачем нужно положение коммерческой тайны? Ну, во-первых, чтобы сотрудники понимали, что есть такое понятие в компании, и они должны защищать коммерческую тайну. Как максимум, но как минимум, хотя бы не разглашать ее. И там описываются важные вещи, которые сотрудники должны делать с целью не допустить разглашения. В каждой компании они свои. Кто-то запрещает вообще копировать на флешке любую информацию, кто-то запрещает выходить в интернет с рабочего компьютера. Ну, это, может быть, уже такие излишние перегибы, но все равно высказаться о том, как защищать коммерческую тайну в компании руководитель должен. И положение управления проектами сюда привел. Да, зачем? Потому что для меня это важно. Тоже в компаниях, которые есть, допустим, проектный офис, то все подразделения компании должны знать, какие права в этом офисе. Почему? Потому что чаще всего управление проектами он сквозь дневником проходит через все подразделения. Допустим, есть проект запуска нового продукта, нового товара в производство, потом в продажу. Это затрагивает всех. И отдел закупок, и управление производством, и маркетинг, и продажи. И если такой проект ведется проектным офисом, тогда все должны понимать, какие у него права есть. То есть может он прийти и сказать так, мне нужно два человека на завтра решить такой-то вопрос. Вот для таких почему положение пишется. Еще раз повторюсь, да, я не считаю, что нужно покрывать все поле компании регламентирующими документами, например, положениями. И каждый раз, когда вы решили создать какой-то документ, вы должны разъяснить хотя бы себе, ради чего. Ради чего? Потому почему? Потому что если у документа нет цели, мало того, что он становится бесполезным, он становится еще и вредным, потому что это как бы сотрудникам, сотрудники начинают думать, что да, это все ерунда такая, они там создавали, можно не читать. Нет, надо читать все. Все, которые созданы, нужно читать, и читать внимательно. Я знакамриваться под роспись ради того, чтобы вы понимали, что это не формальность, это действительно требование компании выполнять такие положения. Если говорим про регламенты процесса, да, это документ уже, который может относиться не ко всей компании, и описывает либо группу процессов, либо один процесс, и это самый, наверное, распространенный документ, больше всего их в компании существует, но может только даже на инструкции могут похвастаться, посоревноваться количеством с регламентами процессов. Обычно процесс состоит из схемы записания, потому записание, как процесс управляется, да, из схемы управления процессом, какие есть функции исполнительной обязанности, и какие документы генерируются в ходе этого процесса. Я привел тоже здесь три документа, три регламента, регламент согласования документов на плату, регламент процесса закупки, регламент процесса продажи. И вот зачем они нужны? Зачем нужно согласование документов на плату? Потому что вы должны, во-первых, сотрудникам донести об их обязанностях, да, если они, допустим, участвуют не только в формировании заявок на плату, но и в согласовании. А во-вторых, и это тоже важно, и это, кстати, не все делают, или, я бы сказал, мало кто делают, описывают ответственность за согласование документов. Вот что значит, допустим, что бухгалтер поставил галочку «Оснакомлено», неважно, в электронном документ обороте или бумажном документе поставил свою подпись. То есть, что это значит? Допустим, а нужно написать, и это обычно я в регионах расписываю. Что этим он подтверждает, что налоговых рисков у компании не возникает, там документы на оплату и закрывающие документы поставляются корректно, ну и какие-то еще вопросы, то есть, нужно их все описать. Что значит подпись, что значит подпись генерального директора, если он согласовывает, да, это тоже нужно понимать и самому директору, и сотруднику. Если говорить про регламент процесса закупки, то кроме того, что это определение обязанностей сотрудника в рамках процесса, еще и определение временных рамок. Допустим, я покажу пример сегодня, где мы увидим, что там каждый понедельник в такое-то время происходит такое-то событие. Это тоже важно, добавив в процесс такой метроном. Не просто вот мы когда-то делаем, а попробовать это привязать к дням недели, не знаю, к числам месяца, к какому-то временному, времени внутри дня. То есть, когда происходят эти события. Если говорим про реглайн процесса продажи, мы в начале помните, говорили про мотивацию. И вот как раз в регламенте процесса можно установить нормативы выполнения операций, чтобы определить мотивацию сотрудников. То есть, в регламенте процессы пишут, что есть там такой процесс или процедура, которая называется обращение к клиентам с помощью писем. Вы описываете, там сформируется письмо, там, допустим, шаблон согласуется начальником отдела продаж, и тут же можете написать, что требуется от менеджера составление такого-то количества писем, например, если вы хотите их за это мотивировать. Инструкция исполнителей. Четвертый документ, дитя документа, это уже требование к конкретной роли, к сотруднику или к роли. И он чаще всего опирается на информационную систему. То есть, он не просто должен, я говорю, как должно быть, не просто должен написать, вы должны создать договор. Нет, вы должны создать договор. Допустим, если вы договоры делаете из, например, 1С печатаете, то вы должны сказать, куда зайти, какую кнопку нажать, чтобы распечатать договор. Такая подробная инструкция позволяет вам легко ротировать, то есть, менять персонал, и позволяет не бояться большой зависимости от звезд каких-то, которые сидят на своих рабочих местах. Вот примеры привел, инструкция по формированию платежного календаря, предположим, в системе 1СРП. То есть, она такая уже, инструкция прям подробнее некуда. То есть, это для конкретного человека, допустим, для бюджетного контролера или для бухгалтера, кто формирует платежный календарь. Зачем она нужна? Во-первых, если вы внедряете новую информационную систему, такая инструкция будет полезна, потому что не всегда обучения бывает достаточным. То есть, человек что-то запомнил, что не запомнил, а инструкцию потребовать внедренца бывает всегда полезна. И при смене исполнительной, конечно, да, как мы говорили, при ротации персонала такая инструкция тоже будет полезна. Есть еще вот инструкция проверки качества товаров. Если мы говорим, допустим, про производственную компанию, то здесь что важно? Здесь важна уже не связь, с информационной системой, а последовательность контрольных операций. Сначала там взвешивание, потом там тестирование на электропроводимость и так далее. Ну, понятно, что зависит от товара, да. И важно определить, как это фиксируется. То есть, не просто проверьте, но вы должны в каком-то журнале или в какой-то информационной системе делать отметку, что такие проверки проведены. И это уже требование системы качества товара. Тот, кто сертифицировался из вас по ISO 9000, знает, что эти вещи всегда важны для того, чтобы получить, чтобы пройти аудит по системе качества. Должностные обязанности. Последняя группа процессов, пятая. Для меня она важна. Есть, конечно, должностные обязанности, которые нужны, например, для должностных обязанностей бухгалтера, чтобы избежать конфликт ситуации при исполнении трудового договора. Это я должен делать, это я не должен делать, мне за это платят, мне за это не платят. Вот, пожалуйста, ваши должностные обязанности. Как их юридически оформить, это другой вопрос, не будем останавливаться, с точки зрения трудового законодательства. Может ли работодатель менять принятую должностные обязанности или не может. Включаться они должны в трудовой договор или не включаться. Такие мы, с вашего позволения, юридические термины не будем обсуждать. Для меня должностные обязанности всегда выступают как джоп-оффер. То есть, когда я приглашаю сотрудника на работу, даже бухгалтера, даже, допустим, внедрянца 1С, я всегда пишу ему джоп-оффер, в котором, кроме того, что описываю кто начальник, кто его подчиненный, описываю его обязанности, которые он должен делать, когда выйдет ко мне на работу. Вот для меня такой джоп-оффер является обязательным. Я не всегда пишу должностные обязанности после выхода на работу, потому что уже поздно, человек уже вышел. А вот до выхода это, знаете, договориться на берегу, что я ожидаю от человека, и он понимает, что от него будет требовать, и для него не будет того, я не думал, что нужно будет еще такие документы составлять. Вот поэтому джоп-оффер и пишется, как бы как такая квинтесенция должностных обязанностей. Теперь хотел показать вам, здесь пока я остановлюсь, и хотел перейти, если нет вопросов, если есть вопросы, то готов их выслушать, хотел перейти к примерам документов. Да, Сергей, у нас, если позволите, давайте мы все-таки пару вопросов рассмотрим. Они как раз касаются собственно подходов к формированию подобных регламентов. Так, Людмила интересуется, Добрый день, Людмила, а кто, на ваш взгляд, должен формировать регламент? Руководитель подразделения, на которое этот документ распространяется? Ну, идеальный вариант, наверное, да, потому что это входит в его обязанности, его обязанность управлять сотрудниками, в том числе с помощью делегирования, а вот инструкция или там регламент это инструмент делегирования, да, по сути это доверенность так назвалась, да, то есть, когда вы человеку что-то поручаете, если говорить юридическим языком, вы даете ему доверенность, что я вот тебе разрешаю делать в квартиру что хочешь, или что хочешь, только там все, что кроме продажи, и вот здесь регламент выполняет роль такой доверенности, да, когда вы человеку доверяете выполнение работы, вы вручаете ему там писательный документ Однако не всегда у руководителя подразделения может быть столько времени, чтобы сидеть там и выписывать подробно регламенты. В таком случае есть помощники у него, это либо специальный отдел, либо специальное подразделение, либо секретари, те, кто могут оформить это. Но все равно идеи в должностные инструкции, идеи в регламенты должен заложить руководитель. То есть нельзя сказать, нельзя сделать так, что сотрудник вызывает, хотя в многих компаниях так, к сожалению, происходит, когда руководитель вызывает сотрудника подразделения, которое отвечает за рекомендации, говорит, ну вот у нас есть бухгалтер, но пришел, ну иди напиши ему обязанности. И что начинает делать, открывает интернет и искать типовые обязанности бухгалтера. Ну, спасибо, конечно, но это совсем не то, что нужно. Все равно руководитель должен высказаться хотя бы устно, под запись, сказать, вот такие-то обязанности должны быть у этого сотрудника, такая-то область ответственности, такие-то формы мотивации. Вот все равно это должно исходить от руководителя. Ну и в принципе получается, что если мы выходим на работу, на новую работу, как руководитель подразделения, то, соответственно, целесообразно рассмотреть все должностные инструкции своих подчиненных, чтобы понимать, может быть, коррективы. И еще, кстати, вот вопрос, наверное, развивая вашу идею про шаблонные документы, как раз Алла интересуется, как вы относитесь к тому, чтобы брать шаблоны регламентирующих документов? Ну, его можно взять за основу, да, но, так сказать, от него оттолкнуться. Но все равно его нужно адаптировать для своей компании, потому что, ну, я так хочу сказать, вот можно опять предупримерить за автоматизацию. Я не знаю ни одной компании, которая бы взяла типовую, допустим, систему 1С какую-то и внедрила без доработки. Вот сколько таких внедрений прошло, всегда нужна адаптация. К сожалению, нет идеального решения, да, такого, которое бы всем подошло. И то же самое относится и к документам, типовым скачанным из интернета. То есть хотя бы потому, что есть различные виды, различные отрасли, да, в которых человек работает. Там в услугах одна история, в продажах другая, в производстве третья. И даже те же обязанности бухгалтера могут кардинально отличаться в зависимости от отрасли. Поэтому вот, ну, я думаю, что нет таких универсальных инструкций, которые подошли бы всем подряд без заменения. Абсолютно с вами согласна. Все, тогда движемся дальше. Да, хорошо. Так, сейчас я буду открывать документы. Сейчас, секунду. Хотел вот поделиться с вами регламентом одного из процессов, процесса закупки, пройти по нему как примеру. Вот, я покажу сегодня много, наверное, документов, сколько мы успеем, да, чтобы не затягивать, не буду подряд. Но на этом регламенте хочется остановиться подробно. Почему? Потому что он, ну, для меня или с какой-то мере образцом. Когда я его готовил, да, я уделил много внимания ему. И он, не поверите, проработал вот с семнадцатого года, конечно, с изменениями, да, но уже там почти шесть лет, уже больше. Как, во-первых, смотрите, следующее, регламент процесса закупки, следующая строчка, редакция номер три. О чем это говорит? О том, что регламент поддерживается в актуальном состоянии. Это тоже важно, что когда вы сделали регламент и забыли про него, да, это одна история. Но когда вы следите, чтобы он был всегда актуальный, это совершенно другая история. Это повышает в разы ценность такого регламента. Когда вы постоянно отслеживаете необходимые изменения, да, изменения всегда случаются. Не бывает такого, что вы приняли, описали процесс, и он живет там годами без изменений. Поставщики могут поменяться, у них могут возникнуть новые требования, да, там, банк. При оплате может выдвигать свои какие-то требования. Поэтому всегда процесс меняется, и нужно следить за актуальностью регламента. Ну, я пройдусь по содержанию, да, вот есть общие положения, в которых описываются участники. Здесь начальник производства, директор по развитию, главный бухгалтер и директор, да. Что является целью процесса закупки, извиняюсь я. То есть, ради чего процесс закупки? Это обеспечить производство потребностей в материалах комплектующих, корректно отражать поступление в 1С, обеспечить наличие первичных документов, да, чтобы бухгалтерия и налоговая инспекция были счастливы. Все время оплачивать поставщикам за материалы и следить за тем, чтобы цены, по которым закупаются материалы, были минимальными. Вот это тоже является важным. Почему? Потому что, в принципе, к этому можно привязать мотивацию людей, которые исполняют этот процесс. Соответственно, привезу только один пример, да. Самое первое, в свое время, обеспечение потребностей производства. Соответственно, вы можете мотивировать сотрудника телозакупок, что если за месяц не было остановок производства по его вине, да, из-за того, что он что-то купил не вовремя, он получает определенную там премию, 5 тысяч рублей, допустим. И у меня, либо есть другой вариант, вот какая была у меня мотивация у человека, который этот процесс исполнял. Он, ну, знаете, для человека мотивация, допустим, 40 тысяч зарплата плюс 20 тысяч премий за то-то, 10 тысяч премий за то-то не всегда работает. Человек хочет понимать, что вот его, как бы он ориентируется на определенную сумму денег. Тогда именно для этого человека я сделал исключение, и у него мотивация была такая, у него там был оклад, предположим, 100 тысяч рублей, и написаны условия, при которых он может снижаться, как бы штрафы, да, хотя это нехорошее слово с точки зрения трудового законодательства, да, но можно выкрутиться, как это организовать юридически, но и там были как раз такие вот написанные за что, то есть за там простое в связи с нехваткой материалов, более, допустим, одного рабочего дня за просрочку оплаты поставщикам, да, и вот были перечислены как раз вещи, которые не должен допускать человек, исполняющий этот бизнес-процесс. Участники процесса, их ответственность, да, вот начальник производства описано, за что отвечает директор по развитию, главный бухгалтер, просто директор. Дальше, конечно, я не могу обойтись без графического представления, да, то есть мне вот просто читать, я сам не люблю читать книги или документы, в которых сплошной текст, я там из них засыпаю на второй странице, да, то есть я вот люблю, когда есть либо таблица, либо какая-то визуализация, мне она нравится тем, что она позволяет быстрее информации дойти, ну, за, как сказать, запрыгнуть в ячейки памяти. И дальше пошло описание каждого процесса. Первый этап размещения заказов. Каждый понедельник, да, когда он стартует процесс, на выходе процесса заказы поставщикам утверждены и размещены, то есть направлены поставщикам. Вот здесь есть такое графическое описание, в котором участвует начальник производства, и генеральный директор, да, ну, просто директор здесь, и директор по развитию. Вот, соответственно, это реальный процесс, это непридуманный, да, поэтому такие слова, там, алюминий, пленка, и вот, и после графического идет текстовое описание. Очень простое, в табличном виде, опять же, да, не просто в тексте. Обратите внимание на что. Всегда указано ответственность, да, вот здесь начальник производства отвечает за операцию. То есть, прежде чем приступить, он должен убедиться, что там все заказы пройдены в 1С, что план продаж проведен, потому что этот процесс очень связан с информационной системой, очень связан с 1С. И срок, когда это происходит, в понедельник. То есть здесь сделано так, что заказы формируются, ну, раз в неделю. Не надо каждый день запускать процедуру, достаточно раз в неделю, в понедельник начать формировать заказ. Здесь подробно описывается, что он должен сделать. Дальше следующий этап называется пересчет остатков. Ну, кому интересно, поясню. Во многих компаниях интеризация проводится раз в год. Наступает 31 декабря, и там все умирает в компании. 29 декабря заранее все процессы отгрузки останавливаются, потому что считают, как служебный роман, интеризация пришли во время совещания. Вот я стараюсь интеризацию проводить перманентно. И, допустим, пересчет остатков материалов, я не называю это интеризацией, чтобы меня не заставили оформлять 127 разных документов юридических, ну, бухгалтерских. Вот я называю это пересчет остатков. Но когда я хочу сделать заказ, я должен пойти пересчетать остатки, убедиться, что на складе действительно то же самое количество, которое в системе. Если я этого не сделаю, и вдруг там ошибка, тогда система даст неправильные заказы, сформирует неправильные заказы поставщикам. Вот здесь, видите, тоже опять процесс в графическом виде. Дальше этот процесс уже идет в табличном виде. И опять же, здесь есть ответственный начальник производства, главный бухгалтер, директор, опять главный бухгалтер, и дни недели, когда все это происходит. Вторник, среда, понедельник, следующая неделя. Вот для меня этот процесс в чем-то образцовый. Почему? Потому что кроме указания ответственного, еще и указан период. То есть сделано так, вот вы думаете, что привязан бизнес-процесс к дням недели. Есть компании, в которых платежные дни, не каждый день, допустим, вторник, четверг. Там тоже тогда есть такая привязка к дням недели, что, допустим, в понедельник вы сдаете документы на оплату, а во вторник их оплачивают. Потом в среду эти документы на оплату, а в четверг их оплачивают. В пятницу, как говорится, ничего не происходит по оплатам. Только какие-то форс-мажорные ситуации могут отрабатываться. Вот такая привязка к дням недели, это есть регулярный менеджмент. И внедрение его в процедуру управления, в том числе через регламенты, является, как мне кажется, важной составляющей управления компанией. Дальше доплаты поставщикам. И здесь интересно, кроме оплаты, еще есть отдельная графа про увеличение цены. Что мы не автоматически соглашаемся с поставщиком, если видим, что цена по сравнению с прошлой поставкой увеличилась или стала отклоняться от подписанного договора. Он просит, давайте подпишем договор соглашения, потому что цена поменялась. Вот даже в таких деталях описан процесс. Здесь как раз все участники. Начальник производства, и директор по развитию, и директор генеральный, и главный бухгалтер. То есть вот здесь компания небольшая, поэтому из-за главным бухгалтером подготовка платежных поручений. И опять же, обращу внимание, компания небольшая, и начальник производства, он отвечал, кроме процедуры закупки, еще и за отгрузки из управления производством. То есть один менеджер управлял, по сути, всей цепочкой добавленной стоимости закупки, производства, продажи. То есть именно продажи в части отгрузок. То есть там не было задачи искать новых клиентов, там были налаженные каналы продаж, и задача начальника производства была обеспечить их максимальную эффективность. И это делал один человек. И компания, ни оба какая, у нее был экспорт. До известных событий отгружали в Прибалтику, в Литву, в Эстонию, потом осталось только Белоруссия, Казахстан, и поставляли в сетевые магазины, такие как Люра, Мерлен, Максидом. И это все делал один человек. Почему? Потому что, во-первых, была написана такая подробная процедура, она была, хотите, выстрадана, да? То есть она была, действительно, каждое слово там было важно. А с другой стороны, конечно, автоматизация была очень сильно здесь связана с исполнеем этой процедуры, когда очень много операций в системе делалось одной кнопкой. Вот. Здесь видите, кстати, платежные дни, вторник, пятница, пожалуйста. То есть там документы формировались во вторник, пятницу, и во вторник, пятницу оплачивались. И вот сколько участников у этого процесса. Там немножко осталось, там не засыпайте, я дойду до конца. Следующая организация доставки, да, не буду останавливаться. Здесь уже срок не написан. Почему? Потому что доставка от нас, к сожалению, не зависит, как мы не старались это изменить, да, что поставщик готов отгружать, допустим, в пятницу, значит, мы вынуждены принять товар в пятницу. И дальше приемка материалов. Тоже видите, здесь не совсем простая процедура. И написано ежедневно, потому что мы ежедневно могли принять товар, поступившую от поставщика. И такая непростая процедура, потому что могли быть ошибки. То есть ошибка в количестве, сюда не то прислали, ну, не ту номинклатуру прислали, ошибка в количестве, что нехватка или наоборот излишек, да, недостача или излишек. И вот, смотрите, собственно, процесс закончился, дальше пошло описание документов процесса закупки. И видите, план закупок, первое. Документ в 1С, содержащий список материалов, предполагаемых заказов. То есть это документы указываются, если документ 1С, пишется прямо документ в 1С. Если, вот, например, сводная таблица пересчета, таблица в XM. Счет на оплату, документ от поставщика. И таким образом перечисляются все документы, участвующие в процессе. И вот не поверите, не ел, что кто-то это еще делает, это уже, если хотите, намек на кайдзен, да, что вы не просто описываете процесс, но закладываете механизмы его улучшения. И здесь, допустим, вот тоже такая маленькая строчка есть. Дальнейшее развитие, наполнить 1С сканами договоров с поставщиками, тогда это не было. Научиться визуальному контролю своевременности заказа. Становить страховой запас, неснижаемый остаток, доступ к которому по специальному разрешению. Что имеется в виду? Что в процессе закупки, да, вы не просто закупаете то, что надо, есть определенный страховой запас, потому что поставщик может опоздать или прислать брак. И здесь была идея такая, что вы страховой запас как бы пакетируете, не скрываете его. Он лежит у вас отдельно от того, что вы можете тратить на производство. И чтобы скрыть страховой запас, нужна особая процедура. Это вам позволяет в разы быстрее делать пересчет, который, помните, мы делаем не раз в году, а там, по сути, перед каждым заказом, определенный компонент или материал. И с другой стороны, визуально будете видеть остаток действительно то, что есть не снижаемый остаток в виде страховой запаса, и то, что может идти на подкрепление производства. Вот такой даже намек на Кайдзин. Так, это вот один процесс. Давайте я не буду сейчас сильно углубляться. Покажу еще один вид документа. Должностная инструкция, с вашего позволения. Это другая компания, торговая компания. Тоже такая интересная история, интересный кейс в моей жизни. Пришел в компанию как финансовый директор на аутсорсе, как финансовый эксперт. И там после изучения состояния дел, я вышел в предположение собственнику компании, что нужно повышать продажи, потому что с текущим объемом продаж компания неориентабельна. И, знаете, как вот одно за одним. Чтобы повысить продажи, нужно набрать новых сотрудников, связанных с продажами. Чтобы набрать новых сотрудников, нужно сделать там поисках и составить им должностные инструкции. И вот одна моя задача, как ни странно, была, кроме как, собственно, сформировать требования, что нужно, чтобы поднять продажи. А рынок низко маржинальный. Ценой играть, к сожалению, не получается. Такой бизнес связан с поставками, жидовагонами. Поэтому там прибыль увеличивается не за счет роста цен, а за счет роста объема продаж. И один из способов, как это поднять, поддержать, нужно набрать новых продавцов и дать им должностные инструкции. Вот такой пример должностной инструкции. Менеджер приема и отправки грузов сделан. То есть здесь я не буду останавливаться подробно. Здесь обязанности. То есть что он должен делать? Присутствовать на станции, регистрируть поступление с вагонов. И описано, что он должен конкретно фотографировать. Приять качество грузов. При обнаружении соответствия оформлять только 13. И позднее 20 дней. То есть есть. А вот дальше интересно. В свое время заполнять журнал регистрации. Приложение 1 к настоящей инструкции. Вот сейчас мы дойдем до этого самого интересного. Ну, контролировать возврат вагонов. Я читаю подчеркнутое. Оформлять отгрузки машинами. Вести учет размещения грузов на станции. И здесь общие требования. То есть здесь как бы требования к человеку, заступающему на эту должность. Вот есть постановление, как вы знаете, госарбитража еще там чуть ли не 70 какого-то года, по которому мы принимаем товар, если есть отклонение от количества или по качеству товара. Ну, должен знать, собственно, предметную область. Там компания занимается нерудными материалами. Он должен знать, что это такое. Какие технические условия по ним. Ну, и должен быть знаком с правилами железнодорожного транспорта. И дальше пошли интересные приложения. Это приложение грузностной инструкции. Я разработал журнал регистрации поступления грузов. Человек должен ввести был в Excel вот такой журнал. Это приложение 1. Дальше приложение 2 должен был ввести по отправке грузов. Видите, с примерами заполнения. Это по... А, это по разным станциям, по-моему, да? А, это простой вагонов, извиняюсь, приложение 2. Три – это регистрация отправки грузов. А четвертое – это он должен был таким образом размещать на площадке по станции, где какие грузы находятся. Вот таким образом хотя бы, да? То есть, есть какой груз и для какой компании предназначен. Вот. Не буду больше углубляться в детали, да? Ну, вот пример двух таких для меня самых ярких документов – это регламент и должностная инструкция с радостью вам продемонстрировал. Как это должно было бы оформляться, да? Опять же, видите, я там, ну, считайте, помешанной визуализацией, да, что просто, ну, простой текст я считаю... Почему я так считаю? Не потому, что это кумно, а потому, что психологи доказали, что визуализация повышает в два раза понимание и запоминаемость документа. То есть, вот если мы документ снабжаем картинками, таблицами, графиками, это в два раза повышает его запоминаемость по сравнению с голым текстом. Поэтому я всегда использую такой инструмент, чтобы, как говорится, попасть прямо в нейрон сотрудника, чтобы информация там зафиксировалась. У нас сейчас будет еще третья часть, да, предложение. Мы вернемся к презентации. Если вдруг есть какие-то вопросы на этом этапе, то можно их задать. Да, Сергей, у нас есть вот отличный комментарий от Игоря. Наверное, пригодится всем нашим слушателям тоже. Игорь говорит, что у нас регламенты разрабатывают дублеры ответственного исполнителя, которые размещают, замещают его на время отпуска. И в этом варианте в регламент попадают все тонкости, которые специалист делает автоматически. Мне кажется, отличный открытый подход, да. А Анна вот интересуется, как и вы, Анна, уважает и пользуется регламентами, но обычно новые сотрудники, особенно те, которые не связаны с финансами, не склонны читать и соблюдать регламенты. Ну, скажем так, это довольно распространенная проблема. И Анна просит вас подсказать, какие есть альтернативы, может быть, короткие инструкции, рилс, рилс, наверное, здесь подразумевается, может быть, короткие видеоинструкции, да. И дополнительно, как и где все это хранить так, чтобы было удобно и у всех в доступе. Ну, по поводу хранения, да, значит, ну, это может быть либо сервера компании, либо система 1С документов оборот, если компания пользуется, может даже хранить инструкции. Ну, либо какие-то другие хранилища, которые вот, ну, уже используются в компании. Вряд ли здесь нет потребности создавать, наверное, что-то новое. Есть только компания, это не «Газпром», в которой нужно уже с нуля создавать базу знаний, так называемую, там есть специальные программы-средства, но они довольно громоздкие. То есть они вот действительно для таких транснациональных холдингов походят только. По поводу того, как замотивировать персонал соблюдать инструкции, ну, есть вариант первый, да, вы должны привязать их материальную мотивацию к выполнению инструкции. Это вот непростой процесс. В большинстве компаний, к сожалению, люди получают должностной оклад, и на этом ограничивается их, ну, их мотивация. И все, что вы можете сделать с ними, грозит просто риском увольнения, да, что они этот оклад потеряют. То есть не будешь выполнять инструкцию, мы тебя уволим. Но, как вы знаете, положительная мотивация, она всегда лучше, чем отрицательная. Поэтому для меня вот, ну, я бы, во-первых, можете сделать зачеты или экзамены на знание инструкции тому, кто успешно завершил, плачете, там, не знаю, сертификат в ОЗОН на 5 тысяч рублей, ну, например, да. Либо за выполнение регламента, что если человек выполняет регламент, а в регламент могут быть встроены отчеты, которые он должен заполнить, тогда человек получает какую-то ежемесячную мотивацию. У меня был такой пример, вы не поверите, ну, очень близкий пример мотивации главного бухгалтера. Я вот, кстати, вот этой же компанией, в которой вот был регламент закупок разработан, да, я пытался всех сотрудников привести к такому регулярному менеджменту, чтобы утром мне направляли планы на день, в конце дня примерно указывали, там, на что они потратили время. То есть, очень грубо, не надо сидеть там, вы считаете, на калькуляторе, не дай бог. Просто там 2 часа подготовка декларации по МДС, там, 3 часа оформления, там, 15 платежных по очереди. Все, мне достаточно. Не надо расписывать все 8 часов. Это, ну, глупость, человек не работает 8 часов в день. Я абсолютно не наказываю. Мне нужно только, чтобы такие документы, отчеты приходили, планы и отчеты. Все. Я даже так скажу, это для меня важнее, чем даже то, что в них написано. Да, вот такая процедура регулярного менеджмента, потому что в 10 утра я получаю от главного бухгалтера такой план на день, и в 18 часов я получаю отчет за день. И у меня была мотивация очень простая. То есть, я там, не помню сумму, но как это было, дело было в Питере, и там зарплаты были такие большие, по-моему, 10 тысяч или 15 тысяч рублей в месяц я платил за то, если эта процедура соблюдалась. 22 рабочих дня в неделю, в месяц, да, вот, соответственно, за каждый день там 500 рублей я платил, если эти документы были. Если человек забывал присылать, ну, значит, нет. Это вроде кажется, ну, что ж ты на себя берешь такую головную боль, сидеть, считать, сколько... Но для меня это было важно. Для меня это было важно, получать такие документы. Есть, может быть, похожая история, что вы в регламент вставляете контрольные точки, да, и, допустим, человек должен там писать вам отчет, сколько за день произошло отгрузок, да, допустим, если вы пытаетесь внедрить регламент по отгрузкам. Из-за этого вы его мотивируете, да, как за выполнение регламента. То есть я вот, опять же повторюсь, что если у человека... Я не сильно верю в нематериальную мотивацию, хотя у меня был опыт такой, что люди из-за красивой распечатанной благодарности делали, ну, горы сворачивали. Вот, но все же мотивация деньгами, она более существенна, да. И если у вас в компании это не принято, принято платить голоклад, значит, все, что вы можете сделать, это иметь риск отрицательной мотивации, чтобы над человеком висел постоянно риск, его увольнение, если он не будет соблюдать регламент, да, или там, не знаю, какого-то изыскания. Или там у всех будет 13-я зарплата, у него не будет, да. Но если есть в компании материальная мотивация, она вообще, честно говоря, ну, во всех компаниях, где я работал, старался ее внедрять. И даже вот на последнем моем, не поверьте, проекте в Севастополе у меня, во-первых, была мотивация, у меня была премия за успех. И подрядчиков, которых я нанимал, они тоже готовы были часть своего вознаграждения получить в случае успеха. То есть это работает, это работает не только внутри компании, но даже, как не смешно, со сторонними контрагентами. Поэтому я вот всегда стараюсь такую мотивацию делать. И такие, у меня вот у главного бухгалтера было три бонусных части. Вот про одну я рассказал, еще была ежеквартальная, ежегодная. Ежегодная за то, что там лидовская проверка без замечаний, ежеквартальная за то, что нет штрафов, и соревнованная отчетность. Ну, и это нормально, да. Даже хотя главный бухгалтер, я редко видел, чтобы когда-то что-то получал, кроме зарплаты, ну, кроме фиксированного оклада, да. Какие там премии, за что. Вот, поэтому я извиняюсь за такой долгий ответ, да. Но вот я считаю, что материальная мотивация – это средство номер один для того, чтобы регламент успешно притворялся в жизни. Ну, кстати, в принципе, вот такие отчеты, мне кажется, и самим работникам полезны. Посмотреть на какие операции, сколько у них времени уход, да. И действительно зафиктировать, а где они это время теряют. И, в принципе, я с вами тоже согласна, что материальная мотивация, пожалуй, это мотивация, которая понятна всем, да. То есть там уже зависит, наверное, от пропорции, собственно, зарплаты человека, да, чтобы ему было это интересно. Но, в принципе, мне кажется, да, общий рабочий инструмент. Спасибо большое, тогда можем двигаться дальше. Так, сейчас. А вот у меня. Так, сейчас, секунду, я закрою окно. Немножко случайно. Так, возвращаемся. Так, а теперь я хочу немного рассказать о себе. Рассказать о себе, почему я, ну, как бы беру на себя смелость утверждать, да, что вот тот подход к формированию инструкций, регламентов, которые я говорил, он является важным, и я имею право в этом заявлять. Во-первых, ну, если зайдете на мой сайт digitalcfo.ru, там есть целый раздел, посвященный отраслевым компетенциям. Вот я здесь вынес основные 10, да, которые у меня были. И вот, в принципе, они покрывают, наверное, 80% всех отраслей Российской Федерации. Это производство товаров народного потребления, промышленное производство, даже там есть такое офшорное строение понятия, и некоммерческие организации даже, да. И в каждой отрасли, конечно, есть свои особенности, это правда. Вот, допустим, процесс цепочки добавленной стоимости в производственной компании и в торговой компании, они, конечно, отличаются. И, допустим, даже маркетинг может отличаться в производственной и торговой компании. Поэтому вот наличие, ну, таких больших отраслевых опытов, я считаю себя, ну, для меня это важная составляющая моего там профессионального багажа, который позволяет мне свободно, как говорится, оперировать различными понятиями в разных отраслях. Потом вот привел вам пример, да, из этого, видите, из положения закупок, да, пример, что вот такой текстографический стиль я всегда приемлю, да. И даже когда я делаю описание, вот, допустим, сейчас у меня есть проект, когда я занят оптимизацией бизнес-процессов в торговой компании довольно крупной, и сейчас у меня этап интервью. И даже интервью я делаю там с, ну, всегда с принтскринами, с какими-то таблицами, да, которые позволят мое интервью легко проверить сотрудникам, ну, ответственным сотрудникам, да, которых я интервью брал. И еще важная составляющая, что, и это, наверное, отличает, вот, не бойся, слово меня от многих таких похожих на рынке, да, людей, что я всегда привязываюсь к информационной системе. Вот описывая и формализуя бизнес-процессы, делая регламенты, я всегда пишу в терминах информационной системы, либо та, которая сейчас есть, да, либо предполагаю, что та, которая должна быть. И вот, допустим, просто маленький пример, внизу, тут два графика, да, внизу там с желтыми цифрами, вот с желтым цветом, это документы из 1С. Я прямо пишу их, это сделано в 1С комплексной автоматизации, да, процедура описана. Я прямо вставляю документы из информационной системы. Почему? Потому что мы не живем в вакууме, да, мы все свои, как и мере, в офисе задачи выполняем с помощью той или иной информационной системы. Как минимум это Excel, как максимум это какая-то ERP-система. Поэтому писать регламент в отрыве от работы с информационной системой, ну, это просто глупо, да, потому что человек работает с информационной системой. И еще такое предложение у меня есть к вам в рамках вебинара. Обычно я не берусь за описание бизнес-процессов, ну, какого-то одного, да. То есть я вот, если прихожу, то считаю, что все же комплексный подход, он является наиболее важным, чем описание процесса бросит, да. Однако, вот, я готов вам предложить, дать слушателям, тем, кто сейчас слушает вебинар, будут слушать записи, что готов помочь вам описать один бизнес-процесс. Я расскажу, почему один, да, как первую ступеньку. Что вы поняли, почувствовали, да, как сказать, вкус победы, да, так можно сказать, что, во-первых, это принесет вам пользу от описания процесса само по себе, потому что вы, ну, сократите трудоемкость, скорее всего, и самое главное, повысите прозрачность процесса, да. Если вы сможете обеспечить, там, правильную отчетность, я вам ее предложу, да, вы ее, соответственно, будете исполнять. Для каких целей, да, еще делается оптимизация бизнес-процессов? Это, конечно, вот есть два подхода, ну, два главных, задачи, да, в описании процесса. Сокращение трудоемкости, там, снижение риска, да, в то же время. С другой стороны, повышение прозрачности и получение достоверной, современной информации. Для меня всегда, вот, приоритет, конечно, это все же не снижение трудоемкости, хотя это тоже важно, но обеспечение руководства компании и самих участников процесса максимально достоверной и своевременной информации. Вот это такой приоритет. Поэтому, с этой точки зрения, я смотрю на оптимизацию процессов. И вот, допустим, как бы стандартный пакет по формализации бизнес-процесса, составление какого-то регламента, это вот зеленым цветом выделено четыре вещи. Это описание процессов, как сейчас есть, описание, как должно быть, да, мои предложения для повышения эффективности процессов. Потом обязательно новые формы отчетности возникают, скорее всего, для поддержания этого процесса, по-новому, как бы, да. И предложение по KPI для сотрудников, участвующих в бизнес-процессах. Это в ответ на вопрос слушателя, там, девушка, да, спрашивала, как замотивировать людей, не то, что исполнять, хотя бы читать бизнес-процессы. Так вот, такие KPI и нужно разработать. Потом это может еще вылиться и функциональные требования к информационной системе. Это может стать основой для системы менеджмента качества, да, по стандартам ISO. Это могут быть подробные должностные инструкции для участников бизнес-процессов. Но вот четыре главных зеленых пункта, это вот, ну, в моем понимании, всегда должны входить в задачу формирования регламента процесса. Если мы говорим по плану работ, как это выглядит, да, в начале это интервью, описание регламента, как сейчас есть, выработка предложений. Здесь я хочу вам привести пример, какие могут предложения. Это вот реальные примеры 100 проектов, в которых я сейчас участвую. Там есть процедура казначейства, я не буду описывать, как она сейчас есть, да, потому что это, ну, как говорится, связан с соглашением конфиденциальности, а не от соглашения. Но какие были мои предложения? Во-первых, согласание платежей из электронной почты перевести в один из документов оборотов. Зачем? Вот я пишу, какие цели этого, да, чтобы повысить наглядность, и будет видно, у кого застреляло согласование. Сейчас такого не видно, когда во все происходит в электронной почте. Да, вы отправили в три адреса, и как бы вам нужно только зайти в почту и там разобраться, кто ответил, кто нет, чтобы понять, у кого зависло согласование. С другой стороны, тот, кто согласует, у него будет очередь, список документов, да, и он может, соответственно, ну, этой очереди управлять и видеть крайние сроки, когда у него заканчивается по процедуре регламент на согласование. Потом следующее было предложение про сравнение с бюджетом, да, что необходимо бюджет не иметь как отдельную от платежных процедур историю, то есть нужно перед платежом уметь сверять с бюджетом. Вроде кажется простая вещь, но вот не так просто, это вроде технически можно организовать в этой компании, да. И еще, вот пример документа, да, я привожу, это есть, ну, в компании это правило, да, что максимальный объем расходов должен оплачиваться не предоплатой, а постоплатой, то есть после поставки, после получения услуг и оформления, и получения, зачем можно оформить документы. И вот, чтобы такое правило соблюдалось, я предложил такой документ сходное платежное распоряжение. Я просто привел пример, да, когда видно, вот, сальдо взаиморасчетов, вот, выделенное здесь, извиняюсь, и видно дебюторское и кредиторское задорование. Соответственно, если дебюторское кредиторское и сумма заявки на оплату есть соответствие, значит, можно оплачивать. То есть это, значит, идет постоплата. А вот если задолженность нулевая или дебюторская, значит, предоплата, именно с этими платежами нужно наиболее аккуратно, наиболее внимательно обратиться, обойтись. Вот, предложил такую форму документа, которая может быть применена в этом случае. Здесь я просто привел пример, какие могут предложения по улучшению процесса. Это просто такой грубый набросок, это еще не финальный вариант, просто возникло буквально позавчера, когда я описывал процесс после интервью, как есть, и вот такие предложения у меня возникли. Дальше предложение согласовывается с заказчиком, и после утверждения с ним, после утверждения таких предложений, либо корректировки, мы формируем уже регламент процесса, как есть. Вот, я предлагаю в рамках вебинара вот такой один процесс под ключ описать за 175 тысяч рублей. Это вроде, ну, много это или мало, да, вот, и что вы за эти деньги можете получить? Это, собственно, месячное вознаграждение работы, там, квалифицированного специалиста вашей компании, да, скорее всего. И вот, по сути, за такую, за одну месячную зарплату вы можете улучшить свои процессы, сделать хотя бы первый шаг в направлении к этому, понять, насколько это вас может продвинуть, да, с точки зрения вообще улучшения компаний. Для чего делается такое описание процессов? Вот вы будете смеяться в той компании, в которой я сейчас рассказываю, да, это делается ради того, чтобы поднять продажи. Вот, как ни странно, мы описываем процессы, чтобы найти узкие места и сделать так, чтобы процессы поспевали за ростом продаж. То есть, это, ну, приносит определенные деньги, это миллиарды рублей, это миллиарды рублей, которые компания может получить, если все процессы, там, не только продажи, мы идем по всем процессам, да, чтобы все процессы выстроились в одну линию, знаете, как вот на компасе, да, все стрелки всегда указывают на сервис, то же самое, чтобы все процессы были выстроены на эффективность прохождения, на снижение трудоемкости, на повышение пропускной способности бизнес-процессов компании, чтобы она могла переварить возросший объем продаж. Вот такая, как бы, цель была заявлена в этом проекте. И ваш шанс, да, вот, за, по сути, месячное награждение специалиста получить первый шаг движения к этому. Вы получите, там, идеальный бизнес-процесс, и это будет позитивным примером сотрудникам, что вот, он работает, и это будет, знаете, поводом начать потихоньку делать остальные процессы, приводить в соответствие, да. Тут нету цели делать все быстро, и, к сожалению, это не тот случай, когда нужно там сделать все до 5 мая, да. Здесь качество важнее сроков, вот так я хочу сказать. У любого проекта, как вы знаете, есть три составляющих. это качество, сроки и стоимость. И вот, если говорить про формализацию процессов, то здесь главное качество, поверьте мне, это важнее, чем сроки и стоимость, потому что можно заплатить дешевле, но вам с этим жить годы, да, смысл экономить там небольшие деньги, чтобы потом года жить, ну, черти как, по плохо сделанным процессам. Знаете, что еще в компании имеет такую же приоритетность, когда качество важнее, чем в сроке и стоимость, это стратегирование, это формирование стратегии компании. И, в принципе, если мы говорим про движение компании в, так скажем, светлое будущее, да, то компания хочет сделать шаг и ускорить свое развитие, либо масштабироваться, либо увеличить резко там свой объем продаж, да, то, конечно, первое, это всегда, ну, не всегда, но может быть создание стратегии, да, то есть, если вы не понимаете, если у вас есть цель, так скажем, поднять продажи в три раза, да, или выйти еще в 15 регионов, или выйти на международные рынки, то вам нужна стратегия, как это сделать. И у меня есть тоже опыт в создании таких стратегий на различных компаниях, да, но это немножко другой процесс, отличный от формализации. Так вот, после того, как вы сделали стратегию, вам нужно сделать так, чтобы потом ваши музыканты смогли сыграть по этим нотам, вы должны написать ноты. Ноты, это вот есть регламенты, да, то есть просто хотим стратегию, что мы должны там, не знаю, иметь 12 филиалов к 2025 году, а как этого добиться, да, и вот, собственно, такие регламенты, такие политики, положения, они позволяют положить дорожку, дорожку к этим целям. по-моему, все у нас, да, закончил доклад, спасибо тем, кто слушал, особенно спасибо тем, кто задавал вопросы, вы можете всегда написать мне по адресу, который указан, Смирнов, DigitalC4.ru, либо зайти на сайт DigitalC4.ru, и там подробнее прочитать про регламентацию бизнес-процесса, есть отдельный пункт на этом сайте. Сайт еще немного в процессе дорабатывается, поэтому, как говорится, не стреляйте в пианиста, он уже, он начался с процесса разработки, новый сайт, у меня был старый, значит, хочу сделать его более новым, красивым, вот начался в январе, еще не совсем закончился, поэтому, но, то, что касается описания бизнес-процесса, там есть более подробная информация, DigitalC4.ru, и есть Телеграм-канал, тоже интересная история, DIGC4, что это Телеграм-канал, начался он в сентябре 23-го года, когда был мой предыдущий проект, и я стал выкладывать летопись проекта, то есть проект был посвящен автоматизации на 1СРП, перехода с ОПП на 1РП, и я стал ежедневно выкладывать, прям поднял, что я делал. Проект завершился, завершился статьей, которую можете получить у нашего партнера FinTechStop, и сейчас у меня другой проект, в котором я тоже стараюсь вести трек этого проекта, проект посвящен оптимизации бизнес-процессов, и я стараюсь так, как могу в рамках соглашения-разглашения, сохранения конфиденциальности компании, все же описывать, какие шаги я делаю для того, чтобы бизнес-процессы оптимизировать и повысить их эффективность. То есть это телеграм-канал без всякой рекламы никакой, там только летопись проекта. То есть то была летопись проекта автоматизации, кому интересно, может залезть аж до сентября и прочитать. Да, либо то, что происходит сейчас, проект по оптимизации бизнес-процессов, как происходит, там раз-два раза в неделю я выкладываю посты о том, что происходит и к чему я стремлюсь. Да, вот это важно. Поэтому тоже рекомендую. В Телеграм-канале можно обратиться. Если есть вопросы, с радостью на них отвечу. Да, Сергей, спасибо большое. У нас появился уточняющий вопрос от Дмитрия. Дмитрий спрашивает, а в течение какого срока будет действовать наше специальное предложение по подготовке регламента бизнес-процесса. Ну, я бы сказал, что оно будет действовать вечно, но это неправда. Давайте считать до следующего вебинара. Следующий вебинар у нас будет в апреле. Вот, соответственно, это предложение будет действовать до следующего вебинара. Да, поэтому, друзья, те, кто будут нас смотреть в записи, обязательно воспользуйтесь этим предложением. Для вас оно тоже будет действовать. Спасибо большое, друзья, за интересные вопросы. Интересные комментарии. Очень здорово, когда вы делитесь и своим опытом, тем самым как бы мы обогащаемся все, поэтому ждем вашего активного участия, скажем, и после вебинаров. Кстати, по поводу статьи, про которую сегодня говорил Сергей, мы ее рассылали тоже. Если вы вдруг еще не успели ее прочитать или потеряли ссылку, обязательно напишите нам, поделимся с вами. Статья замечательная, я ее тоже сама читала. Очень системно, пошагово. Вот за что я и люблю Сергея, что у него все очень четко, то есть без всякого хаоса. Спасибо большое за сегодняшний вебинар, друзья. Тогда прощаемся ненадолго с вами, остаемся на связи. Материалы сегодняшнего вебинара будут вам доступны уже завтра. Обязательно возвращайтесь к ним, потому что действительно сегодняшние регламенты, которыми Сергей вделился, я сама, пожалуй, некоторые возьму в работу. Спасибо большое. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин